Привет, просветители! Если вас удивляет подобное вступление, обязательно посмотрите вот этот мой ролик. Сегодня я хочу поговорить с вами о мужском макияже. Дяденька-милиционер, я ничего не пропагандирую, пожалуйста, расслайбулки. И лицемерие. Много-много душистого и хорошо настоявшегося лицемерия ждет вас, друзья, в этом видео. О том, как должен и, соответственно, как не должен выглядеть настоящий мужчина, спорят уже давно. Но очередной виток горячего обсуждения развернулся на фоне вот этой фотографии известного тиктокера Дани Милохина и реакции на этот образ Ксении Бородиной. Кто же, как не ведущая Дома-2, могла высказать все опасения нашего общества? Глаз вопиющего в пустыне. И да, я знаю, что, наверное, опоздал с этой новостью, но снять на прошлой неделе ролик про закон о просветительской деятельности, который, кстати, приняли... Ю-ху! Просветители! Было гораздо важнее. Поэтому я не опоздал, я задержался. Куда катится этот мир? Вчера, думаю, все видели звезду тиктока, нарядившегося в женское платье и позировавшего рядом со своим братом. Я все понимаю. Хай, подписчики, нужно, чтобы о тебе постоянно говорили. Но, мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда. Есть такое понятие «окно Овертона». Оно подразумевает, что постепенно что-то ненормальное может превратиться в норму. Постепенной подменой понятий от шока до принятия. И вот это страшно. Мальчик в платье или с накрашенными ногтями – это вроде шалость. А в масштабе поколения... Забавно, что про всем известное окошко рассуждает ведущая, пожалуй, самого скандального и грязного шоу на телевидении. Дорогая Ксения, раз вы так боитесь всевозможных форточек, то, может быть, не стоило в начале двухтысячных буквально с ноги целую раму выносить своим телепроектом. Еще 20 лет назад никто даже подумать не мог, что героями телевидения с ежедневными эфирами станут люди, дерущиеся и оскорбляющие друг друга на камеру. Вот оно, ваше окошко в действии. Ваши бывшие подопечные, ныне звезды Инстаграма. 10 лет назад пьяными дубайсли друг друга на ТНТ, а теперь селебрити. Раз уж вы верите в концепцию окна, может быть, сначала стоило на себя посмотреть? Но это так, в порядке бреда. Именно вы помогли российским зрителям поверить, что драться, оскорблять друг друга, материться – это отличный способ прославиться. Сама распахнула окно и теперь жалуется, что оттуда дует. Дети смотрят, дети впитывают, дети перенимают и теряют ориентиры. Полностью согласен. Дети смотрят, как дерутся женщины, как парни поднимают руку на тех, с кем строят любовь, как самые мерзкие человеческие качества вываливаются на всеобщее обозрение. Но, конечно, платье или маникюр тиктокера принесут гораздо больше вреда. Но удивительный факт, несмотря на свой максимально противоречивый образ, Милохин прославился не благодаря платьям. А вот многие герои вашей передачи сейчас набирают тысячи лайков в инстаграме исключительно потому, что в свое время вели себя на телевидении как самое настоящее быдло. Ты не сосала никогда? Зачем тут живешь? Сдохни. Да ладно? А это заглатывает. И вы знамениты именно потому, что почти 20 лет с радостью плескались в кадушке с чужим грязным бельем. Забавно, что наше поколение Ксения не боялась испортить, а вот уже о своих детях очень переживает. Хотя, чего тут удивительного? За это развращение она же денег не получит? Продолжим анализировать этот кусок текста сразу же после небольшой рекламы. За последний год по понятным причинам нам пришлось провести много времени дома. И в такой ситуации, конечно, необходимо красивое, удобное и, что важно, доступное по цене мебель. И вот этот красавец, похожий на болид Формулы 1, полностью соответствует этим характеристикам. Thunder X3 TC5. Это новая модель тайваньской компании Thunder X3. Одного из лидеров рынка кресел. 3D подлокотники. Выгравированный логотип на крышках, подлокотниках и роликах. В кресле использована технология AirTag. Пористое премиальное покрытие и пенный наполнитель, который обеспечит свежесть и прохладу. Качественная эко-кожа с текстурой под углеродное волокно. Пена высокой плотности для большего комфорта. Кресло откидывается на 180 градусов, так что в нем даже можно подремать. Колеса выполнены из нейлона, они прочнее пластиковых и не царапают пол. Усиленная рама и база из аэроболенита способны выдержать вес пользователя до 150 килограммов. 7 цветовых решений на любой вкус. У меня это черный. Используйте мой промокод на скидку AST20 и приобретайте такое же удобнейшее кресло по ссылке в описании. Пропадает понимание того, какой он мужчина. Пропадает гендерная грань, которая нужна для нормальных взаимоотношений и в обществе, и в дальнейшем семье. Точно, накрасил ногти и все, больше не мужчина. Иное дело, когда в доме 2 здоровенный бугай схватит женщину за волосы и давай ее по всей комнате таскать. А потом 20 минут все это смакуют. Так поступать нельзя. И в новом выпуске уже женщины друг друга грязью поливают. Круговорот помоев в природе. И в центре всего этого Ксения. Я не ханжа, но меня это все смущает. Социальные сети такими вбросами давят на неокрепшую детскую и подростковую психику. Это уже превращается в навязывание. Соглашусь, ведь как много у нас знаменитостей мужчин на серьезных щах в прайм-тайм с макияжем и в платье разгуливает. Навязывание! А теперь давайте сравним, сколько ваших пациентов вели себя асоциально за 15 лет шоу. Это не навязывание? Только вот, если вдруг кто-то решит повторить образ Милохина, никто из окружающих по факту не пострадает. Ну, кроме всем известного окошка. Правда, сам Овертон вообще не об этом говорил, но откуда Ксении знать? Она помогала людям любовь строить. А вот если человек усвоит способы продвижения героев Дома 2, то кто-то вполне может и без зубов остаться. У меня к мужчине чувство. Если пришла какая-то баба, она будет иметь отношение со мной. А еще забавно, что Ксения явно намекает, что макияж каким-то образом связан с ориентацией. Вот увидел Милохина с подводкой, сам попробовал и все, скрепы рухнули. Если при виде накрашенного мужчины вам хочется поменять ориентацию, ничего менять уже не нужно. Как же древние египтяне настоящую империю построили с такими-то мужчинами? Подводка, макияж, парики. А европейцы еще пару веков назад. Да что европейцы толерасты? Вы маникюр Пушкина видели? Нет. Ой, оказывается, внешний вид зависит от моды. И рокер с подведенными глазами меньше мужчины от черного карандаша не стал. Ну и если принять концепцию навязывания и возможности пропаганды, сами знаете чего, можно сделать ровно два вывода. Первый. Условный Петр Андреев, все совпадения случайны, разрушающий скрепы и прочие... Не такие. Либо люди с самой большой силой воли, ведь с самого детства их окружала пропаганда тех самых традиционных отношений. На телевидении, в кино, в музыке, в новостях, в России в 99% случаев мужчина плюс женщина. А они все равно по другому пути пошли. Это ж какие упорные, ну ничего на них не действует. Любой пропаганде отпор дадут. Либо эта самая пугающая пропаганда как-то не особо работает. Но я больше склоняюсь к первому варианту. Я не против самовыражения, не против креатива. Но как же мне хочется, чтобы мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки. Конечно не против. А еще не против белый пиджачок принарядиться. О детках переживаю. И в качестве цели выбрать тиктокера, а не, к примеру, дудя с маникюром. Тут уже тяжелее тягаться будет, так как аудитории, в общем-то, пересекаются. Почти 20 лет Ксения показывала россиянам все прелести построения любви. А тут Милохин одной фотографией буквально сразу же все гендерные границы стер. И ничего, что это фото очевиднейший стеб. У нас у всех разные жизненные позиции. Это нормально. Мы можем не соглашаться с позицией человека, но когда он сам живет по принципам, наличие которых требует от других, это хотя бы смотрится более-менее адекватно. А тут я буду получать денежки за весьма сомнительное шоу и продвигать таких же сомнительных личностей, но вот платье на Милохине... Ксюша, я была в шоке от увиденного. Как уберечь детей от этого контента, чтобы для них этот ужас не стал нормой? Самое лучшее место, чтобы задать этот вопрос. Включите им Дом-2, пусть учатся бить женщин. Главное, чтобы платье не носили. Куда же мы катимся? Правда, и 20 лет назад артисты-мужчины в женщин переодевались. Но это другое. А во времена Шекспира все актеры вообще были мужчинами. Джульетта? Парень? Прикиньте! Вот все современники Шекспира и вымерли. Гендерные роли. Слава богу, человечество брюки изобрело. А то несчастным древним грекам в их полуженских одеяниях приходилось почкованием размножаться. Ну и раз в этом выпуске мы говорим с вами о мужском макияже, платьях и лицемерии, нельзя пройти мимо и Антона С. Когда-то этот блогер снимал мукбанги ASMR-видео, а потом переквалифицировался в главного сплетника Ютуба. Если что, это не оскорбление. Господин Суворкин сам себя так позиционирует. Ну, разве что по поводу главного не уверен. Каналы со скандалами и интригами и обычно без каких-либо расследований далеко не российское изобретение. На западном Ютубе таких каналов достаточно много. И обычно они делятся на две группы. Просто перечисление фактов, ну, точнее сплетен. Этот пошел туда, а та встречается с тем, некая светская хроника. И второй, рыцарь на белом коне. И этого-то мы осудим, и та повела себя неправильно, А уж это как посмело. Канал Антона С относится ко второй категории. Блогеры и коррупцию осудят, и о двуличии звезд порассуждает, и про Навального поговорит. Никто не скроется от осуждающего взгляда рыцаря сплетен и справедливости. Даже если по факту проступок звезды яйца выйденного не стоит. Ну вот не нравится Суворкину какая-нибудь Гуар. Докопаемся до каждого слова. А сейчас, внимание, некоторые поступки публичных личностей требуют, буквально вот именно требуют, публичного же осуждения. Мы сейчас не об этом. Мы о лицемерии. И вот посмотришь на героев выпусков Антона, и поймешь, кругом сплошное Г. Ну, если публичная личность не похвалит блогера, тогда сразу же любимка. Но, слава богу, есть в нашем прогнившем шоу-бизнесе одно светлое пятно. Слово пятно здесь очень в тему. Инстасамка. Это неожиданно, правда? Вот и подписчики Антона давно пребывали в недоумении, почему именно Дашу острый язык белого рыцаря обходил стороной. Наверное, только ленивый не высказался о приключениях данного персонажа. Серьезно, очень сложно воспринимать Дарью ее поступки как действия реального человека. За последний месяц Инстасамка переплюнула все героев Суворкина вместе взятых. Ух, он по ней пройдется, раз остальных звезд так осуждал. Началась вся эта история буквально, наверное, неделю назад, когда Даша Инстасамка выгнала визажистов, которые пришли делать ей макияж для ее концерта только по той простой причине, что они опоздали. Отличный способ описать ситуацию буквально одним предложением. К вам опоздали, вы выгнали. Из моей квартиры. Интересно, если бы так поступила какая-нибудь Собчак, с чем бы смешал ее праведный гнев Антона? И вот сразу после этого Вита Дакота делает заявление, что она чувствует всю боль визажистов, всю боль обслуживающего персонала, потому что она сама помнит, какой она была визажистка, как сложная была на бэк-вокалах, и как теперь она просто в шоке от того, что сейчас происходит. Опять же, ты смотришь на лицемерие людей, вспомнить хотя бы ту же Риту Дакоту, сложнейший человек, скандальнейший человек, и нет, все туда же, резко мы святые, резко нам нужно высказать свое публичное эфи, чтобы не забыли. Мне вот интересно, когда данный господин все это говорит, у него ничего нигде не ёкает. Ты-то сам свое публичное эфи не высказываешь по каждому поводу, буквально по каждому, ежедневно. Ты целый канал на этом построил. Это ж надо быть настолько лицемерным. Но ты же сплетник, тебе можно, а Дакота сложнейший, скандальнейший человек. Не то, что Антоша в белом пиджачке. А злишься, ты знаешь, что тебе зло принесет? Рак, сдохнешься, от рака. Чтоб так было, аминь, навеки веков, а сатана, приди и... Как теперь тебе? Пиши дальше комменты, я тебя еще с... пропину. Никаких скандалов. Не становись Бонни, не становись Ксюшей Бородиной, которой всегда есть что сказать по любому инфоповоду. Самокритичненько. Человек, который постоянно использует слово лицемерие в заголовке своих роликов, не заметил никаких противоречий в своих словах. И в этом же видео продолжил осуждать уже других звезд. А вот зрители заметили. И, наверное, моей аудитории нужно тоже принимать тот факт, что, возможно, наше мнение будут не встречаться, а идти параллельно, а может быть, в разные стороны. Понимаете, оказывается, у разных людей могут быть разные позиции. Спасибо, что объяснили. Только вот это не так работает. Точнее, в вашем случае речь идет совсем не об этом. Саша считает, что нельзя есть мясо. А Маша думает, что мясные продукты идеальны. Это разные позиции. А вот если тот же самый Саша при этом держит сеть мясных магазинов, это лицемерие. Но считает условный блогер-сплетник, что поведение инстасамки нормальное или ненормальное. Это позиция. Она может нам нравится, может не нравится, но осуждать за те же самые поступки. Точнее, значительно менее вызывающие. Остальных людей это не другое мнение. Это лицемерие. И да, говорить о лицемерии подобных товарищей а-ля Ксения Бородина, Антон С. Стоит. Потому что у них огромное количество подписчиков. И они вот все это лицемерие распространяют вокруг. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Громогласно заявляет главный сплетник страны. Человек осуждает других за спорную дружбу. И считает, что она характеризует героев его выпусков как личности. И в общем-то он прав. И при этом состоит в очень хороших отношениях с дамой, которая перещеголяла всех героев его выпусков. Я буду устраивать опросы в инстаграме, что сделать с этим человеком. Вытряхнуть на него пепельницу или облить мочой. Так поступать нельзя. Где мой белый конь справедливости? Но если мы дружим, то можно. Но не могу я к ней относиться объективно. И самое забавное, эти самые двойные стандарты в подаче информации он осуждал у других блогеров. Она не задает своим подругам каверзных вопросов. Зато ты задаешь. Отлично, ты замечательный друг. Только вот тогда не стоит осуждать какую-нибудь Брежневу за гораздо меньшие проколы. И уж тем более пытаться уличить в лицемерии кого-то из публичных людей. Ну смех и панорама. Ни в коем случае нельзя вести себя по-хамски с обычными людьми. Да кто вы такие изорвавшиеся звездульки? Но моим друзьям можно. Мы сегодня с вами плавно переходим от одной темы к другой. И раз уж заговорили про инстасамку, не к ночи будет сказано, логично будет затронуть обсуждение и осуждение этой самой самки. Про Дашу не снял ролик разве что ленивый. Она в общем-то этого и добивалась. Наверное, схожая волна блогерского и общественного негодования в свое время доставалась разве что Регине Тодоренко. Помните ее гениальное высказывание о жертвах домашнего насилия? Но что в той ситуации, что в этой градус негодования выглядит достаточно странно, если вспомнить о существовании такого товарища как Марат Башаров. Актер, телеведущий, государственные премии, избивал своих жен, сам в этом признался. И вот просто подумайте, человек, который совершал это самое домашнее насилие неоднократно получил свой адрес в разы меньше негатива, чем Тодоренко, которая, заметьте, никого не била, а просто озвучила глупый и безусловно вредный стереотип. Не лицемерно ли? Отменяем Тодоренко, лишим всех контрактов, институт репутации и рядом такой Марат Башаров. Приветик. Наверное, в конце нужно сказать что-нибудь жизнеутверждающее. Ну, можете на мой инстаграм подписаться.